Ну что, господа мои дорогие, здравствуйте! С вами Лев, мы продолжаем играть в Киберпанды 377, и мы наконец-то скопили 15 тысяч баксов, евро баксов. И теперь мы готовы отдать их бесте. Finally. Привет, бесте. Я с деньгами. Тут у неё уже друзья какие-то появились. А уж это бестия. Я готов оплатить заказ. Окей. Спроси мне данные по Андерсу Хельману. Два, пожалуйста. Освободи место. Да, освободи, блин. Надеюсь. Ну, слава богу, я уже заколебался стоять. Че, ты не родной, что ли? Надеюсь, ты его нашла. Такую целеустремлённость редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. Давай-давай, наливай. А то я тут 15 тысяч баксов, как-никак. Закинул. Бутылку в натуре оставь. Не стесняйся, можешь угощаться. Ещё бы. Твоё здоровье. Твоё здоровье. Оно тебе понадобится. Спасибо, Никс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать? На, держи щепку. На ней много всего интересного. И она поможет? Знаешь, бестия была та ещё бесчувственная сволочь. Но она всегда доверяла чутью. По-моему, ты прошёл её проверку. Денег принёс, прошёл проверку. Конечно. Смотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянь-Ти. Это дочка Кантао. Китайской корпуси. Это кефиговый листок. Кантао проводит через неё разные деликатные операции. Понимаешь? Он, наверное, работал над чем-то секретным. Теперь его защищают от Арасаки. Ага. От Арасаки или другой корпорации. Которой нужно то, что он знает. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев к Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно Ави, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то... Угадай, откуда перевозка. Из Центри. Это Хельман. Или это хорошие новости? Сейчас начнётся. Это всё засекреченная информация. Тебе всегда её по первому чиху скидывают? Я знаю, где искать. И кому выкручивать руки. Я вообще не люблю тратить время. Особенно на глупые вопросы. А что за плохие новости? А плохие новости их место вызов. Видишь? Всё это воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей дублестная полиция. А здесь уже слишком близко контакт. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут равнина Джексон. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантау. Сегодня тебе везёт. Мёртвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать техник. Быстрее сдохнуть, чем засечь такое Ави. Я о нём слышал кое-что. Предыдущие модели летали во время войны. Эти мамонты очень быстрые, и с защитой у них всё в порядке. Лезть к ним бессмысленно, даже с хорошим оружием. Всё равно ничего не выйдет. Речь не про оружие, а про способы. Есть люди, которые их знают. Или, по крайней мере, умеют импровизировать. Кто-то из местных? Ты знаешь там наёмников? Только одну. Панам Палмер. У неё тёрки со своим кланом. Но она настоящий кочевник. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У неё не будет выбора. У неё не будет выбора? Звучит не слишком обнадёживающе. Для нас обоих. Ну, а за такую цену ничем больше тебя обнадёжить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин-барин. Ви, тут что-то не так. Хм, ну понятно. Если её выгнали, значит, ей нельзя доверять. За такую помощницу я платить не готов. Она сама ушла. Может, это там из-за будущего семьи, идеалов, кочевников, туда-сюда, я и до половины не дослушаю. Я думал, ты любишь знать, с кем имеешь дело. Я знаю достаточно. Когда говорят про идеалы, чаще всего речь идёт о чём-то другом. О власти, как правило. К счастью, это не моё дело и не твоё. По нам сможет тебе помочь. Это всё, что тебе надо знать. Как-то это странно. Кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Всё зависит от клана, от их связей и от того, как дерьмова им живётся. В целом, ты прав. Альдекальда редко имеет дело с городскими. У по нам другое мнение? Вот-вот. И не только об этом. Ну, благо, мы кочевник. Мы там, как-то, среди своих будем. Почему по нам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. По нам иногда перевозят для меня товары. А в последний раз всё пошло не по плану. Она прокололась. Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товары машину. Она сделает всё, чтобы вернуть груз. Для неё это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Ты знала, но не сказала по нам. Со мной тоже будешь играть в кошки-мышки? Моя работа – замечать расклады и использовать возможности. Допустим, я ей обо всём расскажу. Что она сделает? Конечно, схватится за ствол и начнёт играть в святую месть. Финал немного предсказуем. Я огорчаюсь, когда хорошие исполнители дохнут по глупости. Ха! То есть я для неё единственный шанс, а она для меня. Две пешки на доске бестии. Ты быстро учишься для пешки. Эх, Вик. Окей. Расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. По нам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдём уже отсюда. Ярст, спасибо. Удачи. Как будто ты... Да, не сказали мы ей, что у нас Сильвер Хэнт в голове. Сильвер Хэнт. Хэт. Сильвер Хэнт и Май Хэт. Подожди, что ли? Это нормально звучит. Рипер сейчас приедет. Так, нам опять нехорошо. Сука. Больнянский. Меня сейчас вырвет. Говнина. Полный оболен со здоровьем. Звоним. Панам. Палмер. Панам, Панам. Алло. Палмер. Привет, Панам. Твой номер мне дала бестия. Меня зовут Ви. Класс. Во что ещё эта старая сука хочет меня втянуть? Да забудь ты про бестию. Я хочу тебе помочь. Ну, как мило. Знаешь, ты немного опоздал. Передай бестии. Пусть она поцелует меня в задницу. Расскажи это своему психотерапевту. Я звоню насчёт твоей машины и товара. Тебе интересно? Или мне тоже тебя в задницу поцеловать? Товарный склад на Бонита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Звучит как перспектива на романс. Поцеловать в задницу-то. Подкат пошёл. Хе-хе. Хочешь я поцелую тебя в задницу? Хе-хе. 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 Целовать в задницу-то, конечно, интересно. Особенно девчон. Особенно кочевник. Кочевник. Блин. Так херня, оказывается, бетонная. Я думал, пластиковая. Так-то, по сути, вот-то и есть кочевник. Ну, точно. Я вот просто вспомнил, что они все кочевники. По сути, своей. Сосемейство Терри. Виттери, как вам? Хе-хе. Хе-хе. Хайс. Так, стопе. У нас классная машина. Так, что-то там началось, как мы все понимаем. Так, что-то понимаем-то. Так, всё, выезжаем из города, полагаю, да? Так, что тут вообще, кстати, по городу. Вот он весь такой, значит, здоровенная, мать его, карта. Ну, слушайте, я уже освоился. Вполне. Вполне неплохо я тут освоился. Так, куда мы залететь-то, давайте сюда. Я уже чувствую себя рыбой в воде. Ну, почти. Не до конца, но... Уже вот-вот, уже чуть-чуть. Уже чувствую, что... Сливаю, синхронизируюсь с этой игрой. В полной её мере. Спам. Там-там-там. Вобрать всё. Отсюда. Весь хлам заберу. Да, город-то, конечно, здоровенный. Сделали на... На совесть. Просто моё почтение. Не хватает какого-нибудь паркура, знаете, там, по стенкам бегать, там, как в Миро Шсейдж. С одной стороны. Ах ты, сука! Ты смотри, куда едешь, ты видишь, я дорогу перебегаю. Ты. Моу, дело. С другой стороны, паркур в стиле Миро Шсейдж мог бы... Не, ну, было бы прикольно, если бы так можно было делать, если бы это качалось. Хотя, кто сказал, что этого здесь нет. То есть, можно прокачать некий паркур. О, привет, табличка в воздухе. Игра полнится багами, но, знаете, в целом, как-то на это даже внимания не обращаешь. Внизу. Чёрт, побери. Бой. Ой, ой. Ну, да. Начинаешь говорить о багах, как хочешь-не хочешь, а на это внимание всё-таки обращается. Так что, блин, другу ехать, ты сейчас побежать. Да, ёпт! Ха-ха, сука, нелепый! Поехали! Би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Вот, мы бы сейчас здесь бежали-то. приняли просто бежать кайфовый звук, конечно пойдем встретимся с нашим кочевником миллери сейчас сколько фраз будет связаны с кочевником, это конечно да, проверяй просто эй, привет панам библи зачем она тебе что не так с этой то что она чужая, я спросила где моя тачка тебе что еще, тачку подогнать бестия сказала, мы можем помочь друг другу как я не догадалась значит так, или говори что знаешь или один нахер, и бестия тоже с собой прихвати, ясно? понимаю охуеть вообще, с тобой всегда так сложно только когда меня пытаются накормить говном с лопатой, говори где машина и что дальше, я тебе скажу а ты типа пойдешь и со всем разберешься тебя это волновать не должно ясно? послушай 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 меня тебе нужна моя помощь я готов помочь, честно но сначала решим мою проблему ладно валяй что у тебя да надо сбить транспорт ну не знаю ну не знаю я чёрт кстати машина с панельками моя любимая ну ладно идет только у нас ничего не получится если мы не вернем мой тортон где он? разве товар не важнее? да хер бы с ним с такой тачкой я могла браться за любые перевозки а без нее мне только пиццу доставлять и то машина в руки Риджи как я понимаю ты знаешь где это там и твоя тачка и товар нэш я тебя выебу и высушу сраный ты мудила нэш твой чумба это он тебя подставил? ты его так не называй хорошо напарник бывший напарник херовая история этот сучок меня кинул зажал мою машину и товар теперь собирается загнать все сам в руки Риджи но его ждет горькое блять разочарование ну поехали в Рокки Ридж погодь мне сначала надо подумать ну думай черт нам нужна подмога завернем по дороге кое куда расскажешь куда секунду позвоню заказчику пусть пока помаринует этого мудилу она хочет с ними договориться за спиной убийсти смелая девочка или тупая как пробка привет босс наш хочет передать вам груз в Рокки Риджи правда я об этом узнала задним числом босс я с ним разберусь только дай мне шанс босс босс ну ты чё сколько я для вас ездила хоть раз я облажалась я тебе клянусь после заката окей нет встречу не отменяй просто не приезжайте я разберусь ты еще спрашиваешь само собой спасибо босс ты не пожалеешь все мне дали время кто такой этот босс надеюсь с ним не будет проблем босс честный мужик шестой улице берешь заказы у банд а что нельзя бандам нужны курьеры а мне нужны деньги как всем ну куда теперь в лагере альдекальда надо повидаться кое с кем из моего плана да не то чтобы этому рада не твоё дело у меня остались там друзья первый диалог первый вариант с кочевником за весь диалог блин я кстати тоже бывший кочевник серьезно никогда бы не подумал да из семьи бакеров пришлось с ними разбежаться и переехать в найт сити значит между нами что то есть общее да ладно я знаю про твоих друзей бестия сказала вы не особо ладите ну раз бестия сказала значит так и есть а что нет хочешь меня выбесить ладно молчу это временно мы по прежнему семья то есть все сложно да можно и так сказать думаешь они нам помогут в руки риджи я надеюсь ладно поехали садись и засраны панельный седанчик блин а это тачка откуда с какой-нибудь парковки на ранчо вот именно что то не нравится мне нет конечно вкус или есть или его нет отъебись далеко этот лагерь прямо за городом по девятому шоссе и на восток как тебя вообще угораздило цвет понравился освежители детское кресло шли в довесок ты же знаешь что я не про тачку а что я должна сказать что я хочу пристрелить напарника который меня наебал и слился что моя фиксерша выставила меня дурой ты сам да нахуй черт тебе сдался этот хер из ави у него инфа которая мне нужна а у меня не так много времени чтобы ее достать а чего ж она мне не сказала что знает про наш бестия вообще без понятия о чем она думала какая же она мерзкая баба а ты спроси у нее самой о обязательно и отдельно уточню почему она не сказала что наш стилет когда сводила меня с ним ты не поняла что на шести летов чё серьезно нет этот мудар мне визитку не показывал вы не отслеживаете кто ездит по округе духи например обычно они грабят корпоративные конвои на 64 трассе а ты в этом шаришь я ж кочевник надо же есть варианты где присутствуют фразы кочевника но они не помечены как кочевник интересно может у нее были причины да ладно да это сука рта не раскроет пока не просчитает что ей бегать не сказать а что скрыть ну а ты чё хочешь блин за честность платить перестали давным-давно ух ты кого пыльная буря пронесла это мираж или у меня белочка начинается да идите нахер ну ну а это кто нянька моя ви это скорпион и меч мои старые друзья привет парни здорово каким ветром тебя занесло городская штучка в городе стало скучновато ты вообще представляешь как старик психанет когда тебя тут увидит я буквально на минуту соло говорить необязательно нам нужна помощь какая помощь с чем стилеты наебали по нам мы хотим объяснить им что так делать нехорошо все настолько плохо иначе я не стала бы слушать ваши тупые подъебки ты знаешь мы всегда за тебя сестра но сейчас вообще никак то есть вы мне не поможете а старик сказал нам сидеть тут пока не вернем в строй генераторы у них батареи скопытились генераторы вам какие-то генераторы важнее чем я ты опять прикалываешься хмм нам очень нужна помощь не в этот раз мы нужны клану блять ну пиздец ну мы же механик сейчас пойдем генераторы починим в чем проблема а на меня вам насрать по нам это не для соло это для клана ты же понимаешь слушай из лагеря мы не выйдем это без шансов но про снаряжение сон ничего не говорил ладно поняла тогда я возьму твой карабин и своего по мелочи бери что хочешь только будь осторожна да уж ладно спасибо сейчас грибу снарягу и больше вас доставать не буду так что вы там говорите с генераторами ну давайте остался только я починить ты расстроена да нет скорее разочарована и дарить он ходит привет панам и к нам надолго не на пять минут поболтаем следующий раз привет панам кочевники душевные ребята чисто вот понимаете чувствую что свой новенького а не твое дело тесно если бы был как-нибудь как корпорат одет они бы на меня наверно по любому по другому смотрели но игра вряд ли бы это учитывало ебат это же бред барретт подобие можешь помочь хо 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 бой противотанковая блин тысячи ударов секунду чем тебе помочь что стоишь а что внутри пара мелочей которые могут пригодиться отлично это все поехали такая щас помирились ты возвращаешься выносим из лагеря заглянешь к нам дорогая другой раз или честное слово блин будет обидно если она погибнет пинка сапа такая слушайте я прям мельницы такие были смотри вы за неве кидаю мили теховские кстати говоря ящичек то похож на тот что мы доставляли с джеки через кпп можем ехать залезай через границу мне говорили что руки ридж это пыльная дыра посреди ёбаного ничего жители или переехали в найт-сити или просто куда-то свалили вот ты уже почти все знаешь местные ждали что туда протянут автостраду тогда там хоть как-то можно было бы жить но не срослось немного таких заброшенных городов сотни стране то тысячи ехала я как-то по и 80 остановилась после заката когда машин уже не было и тут услышал что как воет ветер заколоченных окнах как по песку шуршит перекати поле так и умирают города потихоньку не с громом а со вслепом нашу российскую провинцию час отчасти напоминает конечно эти ребята были в армии скорпиона меч да панцир бои были контрактниками на последней войне панцир бой они летали на этих огромных транспортерах скорпион летал меч был в охране им обеспечили самые крутые боевые импланты кошмары до конца жизни скорпион и меч хорошие чуваки а таких друзьях можно только мечтать вообще на их месте я бы тоже осталась в лагере на соло и генераторы можно забить но клан превыше всего только я теперь сама по себе они все еще считают тебя своей вот как о тебе заботиться а у тебя как есть близкие не пока что нет но может скоро будет окей а ты похоже не признаешь авторитетов чего сначала бестия теперь сол он же ваш главарь ты вроде как хотел освинтить поскорее сол короче вряд ли мне бы обрадовался что случилось мы переехали в калифорнию только потому что он обещал нашему клану перемены говорил что мы начнем с чистого листа сам видел чем все кончилось пары палаток на кучу песка ну пиздец земля обетованная я хотела чего-то другого получше сол просто трус он скоро похоронит этот клан я уверен душевник все мы приехали нормально можно было даже не свопать что делаем готовимся к встрече со стилетами времени в обрез будем импровизировать сперва все осмотрим может найдется что-то полезное так двойные двери отключение врагов руки рич мертвее мертвого все поломано ничего не работает нашел что-нибудь ничего а тебя не осенило стилеты же подъедут после заката значит устроим им сюрприз надо только подключить питание ничего не работает все отключено это ненадолго давай проверим подстанцию ну давай я персонаж простой техник силач если что-то касается стычек просто беру еду главную атаку вот только патрончиком что-то последнее время как-то не хватает конечно блин ну снайперку я свое время не зря купил определенно так трансформатор сейчас будем чинить это мы можем наверно полагаем я нашел выключатели но питания тут нет неважно спускайся я знаю как удивить этих мразей бог богу смотри перекресток подключен к этой подстанции правильно на крыше распределитель если включим свет тут станет светло как днем понимаешь к чему я слепит их думаешь свет на перекрестке даст нам какое-то преимущество серьезно во первых мы не знаем много ли их приедет скорее всего целый табор во вторых надо будет прорваться к моей машине если они собьются в кучу у нас ничего не да устроим на перекрестке маленькое световое шоу вдохнем жизнь в этот пыльный городишко пускай поищут кто это приехал такой изобретательно только сперва надо запустить терминал внизу без него от распределителя никакого толку пошли подключим его к аккумулятору от машины живо заработает подождешь меня под станции хорошо я сейчас пригоню машину блин а можно с тобой чем не ждать ну пойдем так но мы же не спросала ей крутые блин чем зря технику качаем топим за нее ну и богу а это мы можем открыть не можем хренеть о чем и силу вообще игнорируем что ли как-то так вышло я думал ну пипец какие мощные ребята оказывается нет но я мою безумная ну-ка и и ладно может создавать редкие предметы вот такой из этого и надо было начинать для улучшения принятия будет пойдет качались чё приехали все с панелью вроде все норм если в обход подрубить к источнику питания должно сработать останется только все раскачегарить возьми кабель из багажника попробуем завести от аккумулятора вы припасы для винтовок вы припасы для горбовиков херому решили устроить красный подключен надо тут наверху все подрубить готова теперь минус как же провод дергает прощай старушка нам хорошо послужила все так есть ключи питания внутри там должен быть терминал а потом бегом на крышу без проблем я пойду на башню оттуда перекресток видно как на ладони как только я подам сигнал включишь электричество ясно так точно открыто почти импровизация ебушки воробушки а можно больше так не делать вот это да нужде нас могла вообще в другой конец носить и отправить по ходу да игра мне в штраф выпишет с ноги ох уж охренеть болен спасибо распределитель подключен ну пойдем чтобы меня не убило это окно опять охренеть багулина страшная чуть не обделался а теперь ждем не забудь включить питание как только мы их заметим как думаешь откуда приедут стилеты думаю северо-востока с недостроенной магистрали окей прикрывай меня на всякий случай конечно да как его не заметишь лучше не светиться на твоем тортике так как бы эти шокотом что их отстреливать идет сион койот год производства банда духи лошадиные силы то есть и боссе состояние заблокировано самый мощный автомобиль на котором разрешено ездить по улицам найт-сити и пожалуй самый красивый автомобиль который практически парит на земле везде куда бы дорогу вас не привела полный привод тхортон голена геккон годы производства лошадиные силы масса банда духи нападение бандитизм и вымогательство это обвинение сбыт военные медикаменты убийство все как положено короче функции кузнечик прыгает до хрена боевые стимуляторы у человека изменения на государственного служащего кражи корпоративной собственности боевые стимуляторы уровень вознаграждения блин а вот эти вознаграждения я могу как-то получать вообще их убиваю я же хочу как-то ну лишнюю копейку получать за это дело сейчас всех просканем и будем потом видеть тортики тортом я так понимаю вот он нам нужен тортик тортом и и и готовься шоу начинается да будет свет но да надо грешек убрать что-то мне подсказывает я наверно поторопился стрелять да но до покер да а перезарядочка а собака серьезно сука баба у тебя еще башка простреливается нет вот другое дело у бабы жутенько от на самом деле болен я вот и взялся блин все все можно закрывать сматываемся натуре тир неплохо неплохо не на полутать это дело с удовольствием лишние евро доллара не будут а у нет вот наш тортик ну тортон собственно да шины укрепленные подходят для внедорожной езды но это типа вообще крутая хренатель так он еще убрали все все многие может здесь что интересного есть веселого у потрясающего все и 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 можно же знаете денежки перевели за мои старания был со стеклами здесь конечно вообще борода какая-то это самые непроработанные стекла за последние наверное лет двадцать которые я вообще видел самое то стремно что искусник пролезть нельзя пока ты их вот так вот синие это не разобьешь очень странно очень странно эти помни дали пока этот стекла выбрал хочу я полутать эту комнату ночью блин ну дайте возможность еще началось а сейчас по-любому меня шмальнет куда-нибудь в сторону все это вообще что это жопа какая-то нельзя просто взять и залезть грёбаные блин окно как мупер раз уж и залезли в толк но я вообще не понимаю все терпение окончилось не ну блин хочется как-то их посмотреть и смотреться полетать и конечно всех убили сейчас переживать о ровным счетом нихера да она автомат забрали утешительный приз охренеть прям крутая пересядь я поведу отдать руль профи чего ты ждешь не могла подождать блин у нее руль такой как геймпад какой-то ладно ладно отдаю руль профи наконец-то охренеть у нее конечно космический корабль просто его путь у нее даже для второго пилота блин есть ну скажи крутой малыш просто мечта понятно почему ты хотела его вернуть он меня дополняет видишь справились и без митча и без скорпиона не радуйся еще не конец нет товар у тебя машина у тебя но я не получила наша его не было в роке риджа этот мудак не приехал значит дело с самого начала было вместе да нихера подобного или ты не хочешь говорить честно или вообще не знаешь чего хочешь и непонятно твою мать послушай меня я знаю где у них нора чуть дальше по старой недостроенной автостраде они нас не ждут я прямо уверена да ты серьезно ну ёбушки ладно ладно где там у них логово буквально за поворотом спасибо понимаешь наш я ему верила он первый с кем я начала работать после аль-де-кальдо после переезда в найт-сити я доверяла этому уроду я тебя понимаю правда меня самого тоже однажды так предали ты им отомстил не успел кое-кто другой оказался быстрее а если бы успел ты бы отомстил конечно без вариантов скоро все кончится каешь без вариантов еще речь о декстре дешоне так но я даже не знаю этим черт пудери логово у них тут нора сейчас прям и потом закончились снайперские и сдай ему содержательно пиздаем просто вот привет нет потому то остались нормально насобирал так высовываемся по очередем давайте давайте хорошо вот сейчас всех порвем блин прицел метод так нравится на самом деле на этой бинтовке вроде как снять потом можно будет ну и сейчас зараза вот что-то интересно я подобрал сука еще больше еще там больше или это был сарказм т.к. твою мать она там вообще сейчас биздец не понятно потому что она всех трубил вера сочегаривайся пока на слава были ладно ладно еще раз качегаримся вот тебе движуха блэн ой-ой-ой репутацию повысили наверно посмертно надо спокойно медленно методично аккурат элегант просто чтобы примуть как профессионал бросит меня конечно сперва долганные гранаты блин эти колонцы 3 покупаем 6 шоку эти вот отправляющие гранаты это какая-то реально как-то поаккуратнее с этим утром некрасиво получается надо помнишь и позицию занять я делал на хрена на хрена мне это надо ох я так добыча данных небольшое количество евро до добычи дом так стопы а это интересно вот я таким образом денег сейчас кому нижу как нехило я сейчас динамику потеряла конечно так один c один так вот сверху да получается один c потом бд а потом снова один цену в принципе это несложно учиться сначала это тыкуй потом вот это потом значит а вот так вот но том и благо удара очка так что много получилось забрать заключение на нас необычные компоненты да бывает а я скидывал сэнсаблен у снайперси конечно все таки дело в снайпер ну я тут вообще не проходил по стучи открою дернулся зараза по точке еще есть на винтовку хиша снайперы валян от неба патроны просто на снайперку было бы неплохо неловко получается пока что очень неловко они поближе подходить собираются вообще поле сошли это не просто сейчас будет я чувствую надо как-то очень-очень методично я начали собака слушайте ну блин перестанут и все-таки топовые как не крути вижу патроны хватали хватало 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 не знаю сейчас и и и и и и и и ты и и и и и и ручка какая-то что у джеки что у этой вылезут довольно что это все или есть еще не бой репутация все дела чувак тебе определенно нехорошо новый уровень это что такое мне сейчас попалась под руку она выглядит крайне страшно выглядит как снайперка но есть огнемет в играх как вообще а это ручной пулемет с пулеметами как-то вот у меня не складываются отношения как правило минус на перка и снайперка и менять не такое пистолет блин три слота под оружие это нормально это ок но блин не хватает все равно нужно больше рук довольно почти что значит почти не дарить что ты еще хочешь давай найти те взорвем так чисто между прочим по прикол чем бы нет и дарить и колотить аптечечку все в хозяйстве пригодится блин истинный учебник все что не приколочено подбираем отколачиваем все что не шевелится пошевеливаем забираем не ну да тут конечно что добра много всего забрали я надеюсь она реально довольна либо очень много мы здесь блин из-под машины заберут они но это уже шизофрении как ты там сказала научись сама решать свои проблемы правильно наш мертв одна проблема решена ты довольна наш его уже не доставит но если вежливо попросишь я наверное смогу помочь помочь не заплатили вперед дорогая но спасибо за предложение я уж думала не забыла ли ты о делах пока играла вендетту ну как стало легче ну немного поехали отсюда так кто из них на что был в итоге бестия конечно жжет напалмом расчетливая циничная раньше была добрая и ласковая да хера сдва просто она забыла как сама была на нашем месте надо бы ей про это напомнить каким образом ты интересно ты хочешь сделать расскажи поделись блин секретом тайный блин чудо сможет сюда уехать хотя бы товар у меня и обижаешь давай встретимся у мотеля солнце я знаю что ты не шутишь конечно я приеду все встречу я назначила добьем сделку и займемся хельманом идет шестой улице точно не будет проблем я не первый раз для них вожу всегда все было культурно они должны понимать как вести дела 6 улица эта банда волонтеров бывших которые помогали полицейским вроде как до были массовые и постоянно короче беспорядки но только они уже все они там просто одно имя осталось а что это за мотель солнце проверенное место если я не ошибаюсь могу ошибаться звучит неплохо это наверно может другая быть эти 6 улице все с полицами в принципе уф поехали они здесь говорить буду я что-то не так нет смысле на это не чем не тоже выходить что ну погнали привет босс по нам как там наш не могу до него дозвониться на твоем месте я бы ему больше не звонила нет смысла а ты девочка не промах уважаю а это кто с тобой бонус чуть с головой и лучше промолчу партнер держите товар первоклассный ну порядок проверь счет по нам через пару минут он тебя приятно удивить спасибо конечно но разве не бестия должна мне платить и норм заслужила себе на чай поехали вот с ними кстати тоже хочется по сути нормально ну что пойдем выпьем ну да ну да блин я читаю что здесь могла быть какая-нибудь или это выкосили 6 улице угодили хороший день для панам палмер день еще не кончился может ты меня сейчас доведешь до чего до оргазма блин ладно терпим дышим от тупых этих шуток по ходу меня стошнил а ты попробуй угадай у тебя все в порядке эти суки больше не приходили стилеты нет пока все тихо они вернутся конечно но мы тут и не такое видали что принести два образа пока все а что ты привезла для шестых что за груз то а ты не видел баллоперидол лекарства для кибер психов они их продают ну да по своим каналам подпольным клиникам и риппером ну значит за твоего тортика спасибо за все партнер партнер не давите на глычит просто ну прям еще одно можно и мы что-то слабенький какой-то блин просто пару глотков делали нас уже повело здоровье дай знать если что будет нужно ядрить надо догонять а то непорядок а стилеты получается уже все да не переживай они как тараканы их не перетравишь но пока можно выдохнуть им надо прийти в себя понять что случилось слушаю а ты хотела бы вернуться к альдекальда может не сейчас но когда-нибудь даже не знаю с одной стороны вне клана у меня никого нет я даже не знаю как без него жить а с другой то я без своего клана кем бы я стала если бы жила в найти я в найти те потерял все я тоже ушел из своего клана да точно семья бакеров да а я переехал в найти те ухватился за первую возможность и и и потерял почти все но класс ты умеешь обнадеживать лучше поговорим о чем-нибудь еще на чем приятно ну ладно переключаемся на мои проблемы что насчет хельмана я придумала план но он пока черновой не надо еще подумать и кое-что подкорректировать потом обсудим подробности хэна себе проще всего было бы снять номера тут недалеко и удобно возьмемся за работу около полуночи чтобы поменьше светиться как тебе опаньки опаньки одну комнату а может снимем одну комнату пожалуй она в каждом номере по две кровати как раз так надо я не это имею ввиду да что то имеешь ввиду я рад что мы познакомились поэтому я тоже рады это мог быть очень тяжелый день но благодаря тебе все прошло хорошо ну может мы ну как-то отметим это дело конечно почему нет можем и отметить я просто падаю с ног но мы возьмем одну комнату на двоих только на эту это посплю немного подкаст не удался просто какая-то жизненная ситуация прям вообще до боли на перепути так ладно с одной не получилось чё сказать ладно ничего без музыки сидите как-то грустно нахренов совсем заведение блин для отдыха или где нам еще хорошо просто людям молоко в треугольниках подбираем по углам нон-стопом на низок это кровать и сдвинуть ладно причем она нужен посмотреть в зеркало давайте посмотрим зеркало что с нами там ядрить мы конечно викинг эйвор получился у нас ребята такой нам что же я думаю это вполне себе неплохое логичное завершение этой части вот поэтому собственно на этом все надеюсь вам понравилось если так то ставьте лайк рекомендуйте это все дело может быть кому-нибудь кто еще с вами общается если такие есть неожиданно вдруг наше время это редкость ну и всем удачи всем пока всем тортик пока пока